приветствую всех зрителей моего канала после выставки долго не удавалось выбраться на охоту и вот наконец-то нашел с кем выехать правда недалеко опять получилось но ничего страшного главное поплавал понырял увидел рыбку немножко подстрелил это главное перед этим прошли снегопады потом резко потеплело поэтому видимость уже не очень около метра может быть чуть больше но ничего страшного мне не привыкать охотился и в более мутной воде тем более очень хочется понырять поэтому залез и поплыл обследовать знакомое место хочу сделать небольшое отступление за эту зиму особенно за февраль мы потеряли несколько человек увлекающихся подводной охотой они попали под лед по тем или иным причинам и погибли это очень страшно и очень тяжело читать такие сообщения на форумах представляю что их переживают родные поэтому еще раз призываю будьте осторожны берегите себя особенно сейчас помните что нас ждут дома и напрасно не рискуйте помните что никакая рыба не стоит нашей жизни вот и я пока не убедился что река в этом месте безопасно что закраины небольшие порядка двух метров от берега и под ними глубина не больше полуметра не полез в воду когда выяснил все опасности которые могут меня подстерегать переоделся и поплыл как и раньше река встретил меня большим количеством мелкой и средней рыбы в основном это плотва и окунь изредка попадаются мелкие щурята окунь попадается весьма достойной но пока не стреляю его все-таки хочу найти приличную щуку которых я видел здесь раньше вдоль дна когда ныряю стоит хорошая муть от сходов рыбы иногда клубы мути довольно большие что говорит о том что рыба ушедшая весьма неплохих размеров но кто это пока не удается увидеть буду пытаться приблизиться к рыбе поближе чтобы рассмотреть ее через некоторое время вспоминаю что меня ждет товарищ на берегу и он просил взять несколько окушков на копчение начинаю искать хороший экземпляр через некоторое время вижу неплохого горбача и решая его брать хороших окуней много но я большинство из них пропускаю все еще надеюсь встретить достойную щуку но пока что-то ничего не попадается достойного да и вообще щуки в этот раз не очень много в основном мелкая возле берега вся рыба как и положено стоит в каких-нибудь укрытиях в прибрежных кустах и веточках стоит в основном мелочь что-то посолить не стоит глубже по высокой траве и чем она гуще тем больше шансов встретить что-нибудь достойное но пока в этой траве не попадаются одни окуни хоть и неплохие вот встретив еще одного такого красавца и впервые его хочу поделиться впечатлениями от новых носков и варежек от фирмы гидра плавал сегодня в них первый раз как и все новое конечно впечатления хорошие ногам и рукам теплее но то что вообще холода не чувствуется такого конечно же нет холод чувствуется правда через большее время за всю охоту так как всегда около трех часов я всего лишь наверное один раз грел руки и ноги когда менял аккумуляторы в целом конечно впечатления хорошие ноги мерзнут но не так сильно руки также чтобы их отогреть требуется не очень много времени но это все конечно из-за того что вещи новые надо смотреть на следующий сезон или хотя бы через несколько охот в этом году но пока все хорошо тепло более-менее я доволен снова удалось поймать беспечного окунишку поснимать его и отпустить плывя дальше и ловлю себя на мысли что в этом году зимой все щуки уж очень резвые редко встретишь ту которая будет стоять мертвого ждать пока ты ее рассмотришь во всех подробностях в основном они все стартуют только на них попадает луч света и я сегодня еще плаваю на максимальной мощности фонаря может быть из-за этого не удается приблизиться к хорошей рыбе все-таки света достаточно много и видимо он ее пугает но приходится конечно делать выбор между съемками охотой хочу чтобы картинка была более менее хорошая поэтому как бы охоту отодвигаю на второй план если удастся конечно высветить и найти что-нибудь хорошее очень будет хорошо если нет ну что ж поснимаю то что позволит мне рыба пока охота продолжается все в том же ключе много плотвы много окуня хорошего которого стреляю очень редко щуки все также мелкие много малька так что с пищей для хищников все нормально они здесь не голодают но пока что на глаза мне никто достойный не попадается все также есть уходы хорошие но увидеть кто это все так же не удается но в конце концов я все-таки выхожу на одну неплохую щучку которую беру после щуки ко мне снова вернулась уверенность в том что я могу здесь найти хорошую рыбу я с удвоенной энергией кинулся прочесывать подводную траву но через некоторое время был мой угас я снова стал обращать внимание на куней не обошлось в этот раз и без маленьких происшествий когда я в очередной раз вылез на берег чтобы поменять аккумуляторы в камере обнаружил что мой герман пакет промок набралось достаточное количество воды хорошо там лежала тряпочка она впитала практически всю воду но все равно аккумуляторы были влажные я очень расстроился что наверное придется прекратить съемку но вставив аккумулятор протер его вставил обнаружил что он очень даже рабочий и это дало мне возможность поснимать еще порядка где-то часа может чуть меньше сразу на берегу я не выяснил в чем дело но позже дома уже рассмотрев пакет обнаружил что с одного бока расслоилась склейка и образовалась дырочка в которую поступала вода потихоньку продолжаю стрелять окуней думаю что вдруг на берегу будет доволен хоть крупные окуни попадаются довольно часто но большинство из них я пропускаю так как хочу проверить возможно больший участок реки все еще надеюсь встретить хорошую щуку а так как фонарь работает на максимуме я знаю что время его свечения около трех часов поэтому не хочу тратить много времени на куней беру периодически места очень хорошие травы много она густая поэтому скорость продвижения очень маленькая да и видимость не позволяет издалека рассмотреть все закоулки подводные поэтому приходится постоянно нырять и рассматривать все вблизи в конце охоты я уже порядком вымотался почти смирился с тем что сегодня хорошие щуки мне не найти поэтому продолжаю постреливать окуней но в глубине души все равно теплится надежда на встречу с хорошей рыбой желали уроку с этой щукой приключилась интересная история я ее высветил довольно далеко и сразу уверенно навел ружье на ту часть тела где думал что голова но когда приблизился обнаружил что это хвост и вот когда я начал переводить ружье на голову естественно она стартанула не дав мне никаких шансов после этой встречи охота моя практически закончилась через некоторое время незначительная меня погас фонарь я перевел его на более слабый режим но при таком свете уже о качественной съемке речи не шло поэтому я по-быстренькому пропыл оставшийся участок до намеченной точки выхода ничего там интересного я не увидел взял еще пару платвиц товарища он тоже просил на засолочку и счастливый от прошедшей охоты вылез на берег не уже увеличиваются часто светит солнышко я с нетерпением жду возможности поохотиться днем при дневном свете при солнышке уже можно сказать весенним постоянная темнота вот это уже меня порядком утомила хочется все-таки дневного света дневных пейзажей надеюсь скоро это у меня получится и мы начнем охотиться днем подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте свои комментарии мне понравилось субтитры вы Продолжение следует...